Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала, вы как всегда на канале Семья на чемоданах. С вами я, Славян. Я приглашаю вас не только в новый выпуск, а еще и в новый сезон. И уже сегодня мы начинаем свое one-love путешествие по югу России. Уже сегодня мы не знаем, где мы будем спать, уже сегодня мы не знаем, где мы будем ужинать. И вообще мы ничего не знаем, потому что был опыт путешествия с палаткой на нашем юге. И были сложности из-за рельефа. Но посмотрим, сейчас машина позволяет мне жить. Я хочу напомнить, что мы два месяца прожили в Геленджике. Сейчас мы двигаемся в Сочи. Зачем именно туда, расскажу. Мы хотели ехать плавно, но решили сразу резко туда стартануть. Сейчас попозже все об этом расскажу. Еще пока в Геленджике. Мы сейчас собираемся. В 12 дня у нас приходит здесь подруга хозяйки, принимает квартиру. Должна нам вернуть депозит 10 тысяч рублей. Вещей у нас оказалось очень много. Мы вчера отправили машину, где, ну, примерно, куб полкува было вещей у нас в Подольск. Выпуск я оставлю, посмотрите. И сейчас машина забита. Скорее всего, мы сейчас потусуемся несколько дней, может быть, недельку, и поймем, от чего еще нужно избавиться, что нам не нужно. Поэтому подписывайтесь на канал. Сезон обещает быть очень жарким, наверное, трудным, очень интересным. Сейчас активируются все хейтеры. Как вы так можете делать с детьми, с тремя, с девятимесячным, самый маленький у нас. В общем, поддерживайте выпуски, ребята, поддерживайте, в принципе, нас. Я не знаю, когда выйдут следующие ролики, потому что как это вообще сейчас будет происходить, монтаж, как будет передвижение. Нету плана вообще никакого. Вот вообще. Поэтому давайте поддерживайте. Погнали в новый сезон. На юге уже начался курортный сезон. И с каждым днем здесь становится все больше и больше отдыхающих. Каждый, кто приезжает на отдых, конечно же, хочет провести его максимально хорошо. К сожалению, огромное количество случаев, когда ты приезжаешь на отдых и ловишь какой-нибудь ротовирус. И мы, конечно же, не исключение. Мы много раз рассказывали про свои случаи. И с детьми эта история переносится гораздо-гораздо сложнее. Так вот, чтобы помочь своему организму как можно быстрее, мы рекомендуем российский лекарственный препарат, который называется Полисорб. У него широкий спектр показаний к применению. Самое важное, что он разрешен всем. Беременным женщинам, кормящим мамам, также и детям с любого возраста. И, конечно, очень важно, насколько действует быстро Полисорб. Уже через несколько минут после его применения вы почувствуете себя лучше. И да, если на отдыхе вы пустились в пляс, перебрали, а уже утром вам нужно быть огурцом, то Полисорб с легкостью справится с этой задачей. Мы, например, с собой в аптечку берем одну-две вот таких вот 25-граммовые банки Полисорба. А еще Полисорб может заменить несколько других средств, так как является универсальным сорбентом от нескольких заболеваний. Отравление, диарея, кишечная ротовирусная инфекция, либо похмелье. Полисорб это оригинальный лекарственный препарат, который можно приобрести в любой аптеке по доступной цене. Так, я говорю очень тихо, потому что в коляске спит Мирончик. Радюшка, давай в комнату к себе иди. Наши вещи, это все остатки, и это нам надо утрамбовать, учитывая то, что багажник уже вообще забит, уже даже немножко в салоне стоит вещей. Но я думаю, у нас получится. Ну что, посмотрите, мы еще вытащили остатки вещей, а сейчас будет просто ржака. Посмотрите, как все битком. Ты зря это достаешь, сынок, я же уже упаковал это. Смотрите, внимательно. Минус мультиванна, там каравелла, то, что вот здесь вот нету полки. А дальше смотрите, что в салоне у нас теперь творится. Смотрите, просто жесть. Просто все забито. И так же спереди. Короче, я вообще не представляю. Это жесть. Сейчас будем думать, что делать. Либо в срочном порядке что-то отправлять. Еще раз. Смотрите, я что придумал. Все вывалил и полку придумал из стола. То есть вот так вот сразу гораздо компактнее. Мы сейчас можем все забить, но у нас здесь девчонки, поэтому какую-то часть ненужного мы сейчас будем перекладывать и им оставлять. Девчонки просто невероятно выручили. Мы оставили им их прилично много. Вот так зато у нас теперь аккуратненько все будет. Настенок. Так, сейчас это осталось стромбануться. Так, ну что, все. Смотрите, что мы сделали. Сообразили полку из стола. Вот так все. Дальше. Поставили. Родион будет ехать здесь спереди. В ногах у него все забито. Вот здесь все забито. Так, одну вот сидушку мы сложили. Как-то так, вот так, вот так. Немножко даже будет обзор. Здесь Настенька. Это подушки и одеяло. Здесь сидит Темка. Все, выдвигаемся. Ну что, погрузились. Просто невероятно. Честно говоря, я пока не знаю, вот правда не знаю, как мы будем ночевать. Как мы будем раскладываться. Потому что идея была одна. Так как очень много вещей. Все просто меняется. Ну посмотрим, в принципе, опыт есть. Поэтому что-нибудь там раскидаемся. Видите, вот часть вещей оставили. Все равно уже как бы чуть в просторе едем. Ну посмотрим. Возможно, просто сейчас, когда первый раз разложимся, переночуем, поймем, что нам много, например, подушек столько не надо. Потому что здесь места мало. Вот, будет видно. Возможно, часть снова отправим в Москву. Едем в Сочи, ребята. Сейчас одной ходкой. У меня готов там загранпаспорт. Получать его именно там не нужно. 2-го числа, наверное, будем получать. Возможно, где-то остановимся сейчас, может быть, покушаем, покупаемся. Посмотрим тоже. Но первым делом нужно заправиться. Покажу вам серпантин. Самый актуальный. Самый актуальный серпантин. Посмотрим, какие сейчас там реконструкции. Посмотрим, что сейчас по пробкам. 31 мая. Поехали. Перед дорогой заехали на мойку. Нужно помыть машину обязательно. Вот, сейчас еще буквально 10 минут и все, и поедем. Мы выехали из Геленджика в 13.50. Вообще, выехали в час, пока доехали до мойки, пока машину помыли, пока заправились. Ну, в общем, в 13.50 мы выезжаем. Он пишет, что ехать 6 часов. Возможно, да? В принципе, красный фазон на серпантине очень мало. Но, учитывая, что время уже почти два, мы хотим покушать. И мы все-таки думаем где-то встать, чтобы потом не в темноте раскладываться. Поэтому, возможно, мы сегодня не доедем до Адлера и где-нибудь заночуем. Так, ну что, у нас вот указатель. Новороссийск Геленджик. Геленджик, надпись гора. Ходил к ней пешочком. Все, Геленджик, до свидания. Обязательно сюда вернемся. Как минимум, потому что у нас остались здесь свои вещи. А мы отправляемся в Сочи. Сейчас выскакиваем на трассу М4. Далее двигаемся просто до Джубы. Здесь небольшой будет серпантин Михайловский перевал. Ну, а дальше уже в Стопсе начинается самая жесть. Здесь, возле Геленджика, тоже ведутся вот такие реконструкции. Но они особо-то не держат. В принципе, здесь едет дорога всегда, как бы, и здесь не стоять не будете. Но, опять-таки, зависит, как попадете. Мы, в принципе, всегда проезжаем нормально. Вот такие здесь есть повороты в Геленджике на 180 градусов с подъем и спусками. Ну, незначительный такой, на самом деле. Остановились. Я такую дверь открываю. Здорово. Что хочешь? Жрать? Мы тоже жрать остановились. Привет, привет. Не знаю, что будет, дадим. Но у нас ничего нет такого, что ты будешь. Если только ты хлеб будешь, хлеб будешь. Да, какая ты красивая. У нас есть чайник. Смотрите, я вот в прошлом выпуске показывал. Мы поставили кудлер. Подставляй, Артем, я накачаю. Может, я бы буду качать? Давай, я буду держать, ты качай. Вот. Очень удобно. Теперь ставим на плиточку. Буквально минут 10 будет готово. Завариваем любимые дошики. Любимый, да, Тем? Сейчас нас опять захейтят. И будем обедать. Дал собаке хлеб. Она его ест. Еще можно дать. На, кушай. Я тебя сюда положу. Держи, ешь, пёсик. Так, красивая собака. Кушай, кушай, я не буду тебя смешать. Кушай. Настенька готовит. И салатик, и говорит, так классно, что мы купили собаку. Не жизнь, а сказка. Ты как будто продавец на кубанской ярмарке. Вот так вот, правда, никого. Мирон не стал спать. Да, Мирдин? Радюшка тоже подскочил. Что, мы уже приехали? Так, так что вот. Вот так вот. Будем кушать дагестанские помидоры и доширак. Лучший стул вообще. Вот просто лучше. Не нужны никакие выпендрежи. Просто берете такой стул. Быстро собирается. Минимум места. Все, мы вот так вот садимся кушать. Первый, как он, валаф обед у нас. Вот такой вот. Перебежал дорогу. Здесь сидит женщина. С мусором. Видимо, они здесь территорию убирают. И отдал ей тоже наш мусор. Мусорный пакет. Чтобы, естественно, не гать. Никогда не гать. И где бы вы останавливались, всегда мусор увозите с собой. Я вчера в выпуске говорил, что Настя купила новые очки, потому что не очень сильная аллергия. Ну что, в дебергенте мы сейчас остановились на обед. И просто быстрее-быстрее ели, потому что у Настенки так сильно глаза раскраснелись. Текут прям красные-красные. Но, видимо, на какое-то цветение, на какую-то траву больше останавливаться в районе Геленджика не будем. Едем чисто в Сочи. Там уж точно такого не будет. Мы сейчас проезжаем поворот на Пэту, на Криницу. Обязательно посмотрите этот выпуск по ссылочке в описании. Шикарнейшие поселки Гринеца и Пэт. Ну а в комментариях там напишите, например, какой вам больше понравился. Уточная щель. Проезжаем такую реку. Хочу вам показать, что у нас, смотрите, погода 28 градусов. Представляете? Просто, просто, просто лето. И это не светит солнце. Сегодня, видите, как-то небо затянуло к обеду уже. 15-20 сейчас времени. Двигаемся. Это перевал Геленджикский. Мы сейчас проезжаем. Поселочек называется Архипаосиповка. И он нам вообще понравился. Я тоже ссылочку оставлю на него в описании. Обязательно посмотрите. Интересный, интересный поселок. Здесь, как обычно, пробочка в нем, вот эта вот небольшая, на главной улице. Ну, держит здесь светофор, как правило. Ну, естественно, большое количество машин. После Гибиузских водопадов мы въезжаем в Туапсинский район. Нам примерно 10 километров осталось до Джубки. Ну, а дальше самый серпантинный серпантин начинается. Потом будет у нас небольшая передышка в Лазаревском от серпантина, потому что там прямая дорога. И потом снова серпантин. Вот у нас как раз указатель. Сочи, 174 километра. Но это табличка, так сказать, до самого Большого Сочи. А до Адлера, например, нам все 230, наверное. Вот она развязка, Краснодар налево. Джубка, Сочи направо. Вот, соответственно, будем сейчас уходить в правую сторону. И только мы попадаем на эту трассу, как сразу смотреть, что у нас. Реконструкция, которая контролируется с литофором. Топси 55, Сочи 170. Да, очень. Вот отсюда мы уже... Дорога касается, так сказать, всех. То есть мы выезжаем из Джубы. И сейчас у нас там будет ряд кемпингов. Вот такая достаточно хорошая дорога. А потом уже начинается непосредственно серпантин. Красивая дорога, да, она выматывает. Первый раз, когда едешь, сложно, очень сложно. Второй раз тоже сложно. Но потом, если ездить часто, например, ты к ней уже привыкаешь. То есть ты не просто вцепляешься за руль, кручь вернешь, а еще и можешь немножко понаслаждаться. Вот самый любимый, кстати, участок у меня, это вот этот. Когда ты едешь, и вот на этот пригорок выпрыгиваешь, и сразу открывается вид на море. Посмотрите, какая красота. Это вот прям... Прикиньте, вот вы, допустим, с Москвы едете, вот у вас все дорога сера, 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 сера. А потом вы приезжаете, особенно вот в межсезонье, когда едешь, здесь зелено, море. Идеально. Вот эти вот деревья лысые, видно море. И вот пошли автокемпинги. Их тут очень много, огромное просто количество. Вот они справа, видите? И вот мы заезжаем в Лермонтово. Поселочек, который так жестко размотало в двадцатом году, ой, в двадцать первом. Здесь такое сильнейшее наводнение было. Дорога вот эта была уничтожена. Я сюда ездил, тоже снимал, интересно было. Пляжи были все уничтожены, набережные. Природная стихия. Так, здесь сделали пост, такой полицейский. Причем, ну, такой странный. Вот прям стоп-контроль. Надо прям остановиться, полная остановка. И продолжить ехать. Не знаю, посмотрим. Вроде все нормально. Вот, проехали. Короче, вот где вот эта вот часть, вот Залатана, вообще не было, прикиньте. Полностью вообще все снесло. Но они набережную отгрохали, восстановили. Красиво, как тут сделали. Слушайте, надо сюда заехать погулять этим летом обязательно. Это мы заехали в Новомихайловске. Здесь всегда есть вот такое затруднение. Держится витофор. Но, в целом, по карте, судя по карте, нормально. Сейчас уже поедем. Так, ну что, у нас дорога начинает потихонечку петлять. Видимо, там какое-то впереди затруднение, коль мы догнали, видите, несколько машин. А это мы едем в Ольгинке. Наш, на самом деле, тоже такой достаточно любимый поселок. Тоже здесь нравится. Здесь прикольная набережная. Малая, маленькая, но отдельная. Вот направо, если пойти вдоль реки Ту. Прикату, вот сейчас ее пересекаем. Вот, попадаешь к пляжам. Очень здесь аккуратненько, уютненько. Самое, что я всегда говорю, важное на серпантине, то, что берегитесь местных. Особенно, которые гоняют, типа, вот на Дастрах, вот впереди меня Дастер идет. Какие-нибудь там Нивы, Жигули, Уазики. Они водят вообще отмороженное. Сфлашенные, вообще, варапану. Гоняют вообще неадекватно. И кто едет, особенно в первый раз, такое вот могут увидеть вообще реально впервые. Подрезают. Ну, как бы, им бесят те, кто едет медленно. При этом вы же, как бы, не знаете дорогу, да? Плюс она лиляет, петляет, а им, как бы, все равно. Они миллион раз по ней проехали. Поэтому будьте бдительны, внимательны. По зеркалам смотрите. Еще на серпантине есть такая тема, как ты можешь прицепиться к большегрузу, например, за фурой, да? И за ней вот так вот тащиться, как, например, сейчас мы. Впереди едет фура. Видимо, груженная. И все это происходит очень-очень медленно. Здесь также есть таблички. Такие желтые водитель тихохода пропусти колонну. То есть там сразу после этой таблички есть карман. Он заезжает в этот карман и, как правило, пропускает. Фуры вообще на серпантинах очень уважительно водят машины. То есть, допустим, если по М4 идешь, они беспределят. А по серпантину они очень классно относятся к маленьким машинкам. Вот этот отворот возле Туапсе. Это поворот на скалу Кисельева. Мы тоже там были, ходили на эту скалу. Там снимался знаменитый фильм, не помню какой. Но можете сгонять. Главное, идти не после дождя. Вот такие таблички есть. Возможный выезд на встречную полосу. То есть сейчас у нас будет очень резкий такой поворот, что очень крутой. И еще здесь есть таблички внимания, возможность опрокидывания. И на серпантине часто такие случаи бывают, когда большегрузы переворачиваются. Вот так вот видите, какой поворот. Так, ну что, время 16.50. И мы заехали в Топсе. Только в Топсе, представляете? Вот город Гоинский славы. Слева, смотрите, натянута новая сетка от камнепадов. И установлен новый бетонный забор. И вот мы сколько едем с вами. Вы заметили, что я ни одного вам еще участка не показал, где ремонтирую дороги. Раньше, вот буквально ездил там пару месяцев назад, здесь все ремонтировалось. Просто красавчики, что успели это сделать до начала сезона. Но будем двигаться как бы дальше, посмотрим, как там дела. Обычно самая жесть возле Дагомыса. Кстати, на сербантине, если вдруг вам, не дай бог, это надо, здесь есть знаки с ямой. Ну, то есть, можно там заехать, что-нибудь в машине подкрутить, не дай бог. Либо там масло поменять. Вот, например, видите, здесь вот справа парковка. И где-то здесь была... Сейчас посмотрим. Ну, вот где-то тут вообще раньше стояло. Видимо, ее убрали. Даже сейчас знак висел, но почему-то самой ямы нету. Это знак у нас третий, по-моему, на сербантине. Везде стояли, здесь это отсутствует. Вот этот вот участок, вот он был такой обрушенный. Вы можете заметить, что справа новый битон, новое ограждение, красивое еще такое. Новый асфальт, новая разметка. Кармашки, все новое. Посмотрите, как сделали. А слева, посмотрите, как все укрепили. Ну, ребята, вы красавчики. Если вдруг кто-то из вас смотрит в выпуске, кто строит дорогу... Блин, вот чисто вот от меня вообще респект просто. Смотрите, какой здесь поворот на 180. Вот оттуда спустились. Опа! Шик! Вот оттуда спустились. И здесь слева, посмотрите, слева, справа все новенькое. Обалденно! Мы заехали в Дидер Хои. Слушайте, здесь вот буквально недавно такие лютые пробки были. А сейчас мы едем. Ну, правда, я вообще, я кайфую. Я первый раз в жизни здесь еду по серпантину, и он новый. Всегда что-то тут делают, всегда что-то ковыряют. А сейчас он новый. Ха, вообще так приятно. Вот карман у них, видите, и он пропустил. Благодарим его и едем дальше. Ну что, смотрите, мы выезжаем из Туапсинского района и попадаем в Сочинский. Подъезжаем уже к Магри. Здесь будет пост, такой турникетный, тоже с контролем, чтобы остановиться. А, мне полиция. Соответственно, ну, выборочно там подальше. Выборочно останавливают. Сейчас вот будем в него заезжать. Вот они, большие такие колонны в Сочи. Вот до самого Сочи мы как бы доехали. Но Сочи, оно большое. И нам ехать еще примерно 100 километров, если рассматривать сам Адлер. Вот, пост. Внимание, в Сочи введен режим повышенной готовности. Соблюдайте масочный режим. Блин, прикольно. Вот полиция, да? Я думал, это как бы давно уже все. Вот полиция, да? Вот полиция, да? Да. Вот про что я вам говорил. Стоп-контроль. Нужно здесь остановиться и поехать. Выборочно кого-то останавливают. Нас не остановили. До самого центра Сочи, вот 86. Плюс еще километров 30 до самого Адлера. Нам именно туда нужно попасть. Посмотрите, насколько поменялась природа. Во-первых, горная местность. Это раз. Во-вторых, посмотрите, здесь совершенно другие деревья начались. Сейчас чуть подальше будут уже прям пальмы, но тут уже кипарисы высоченные, старинные. Что-то типа йод. Но это не елки. Другие. Вообще, что-то цветет до сих пор. Но Сочи-то он вечно цветущий город. Он цветет всегда. Гляньте, какая красота. Просто на одном клочке вот прям едем. Посмотрите, какое разнообразие фауны. Обалдеть. Вот смотрите, сейчас я сел табличкой, не успел включить, что опасные повороты, спуски, подъемы, камнепады. И вот мы прям сейчас заезжаем на этот участок дороги. И что мне нравится? Он новый. Правда, кто-то его уже помял. Вон, забор смяли. Хорошо, что есть забор. Вот забор ругают, а в таких местах он нужен. Вот, возможно, человека кто-нибудь спас. Слева, посмотрите, какой отбой сделали. Бетонный. Все новенькое. Мы не стоим, мы постоянно едем. Тротуарчик выложен плиточкой. Красота. Это мы сейчас выезжаем из Аше. Ну, я не могу. Посмотрите, здесь тоже все новенькое. Укреплено. Никак, ничего не работает. Блин, ребята, какие вы красавцы. Я очень переживал, что перед сезоном будет трындец. В комментариях под прошлым видосом по серпантину люди тоже описали. Мы будем стоять в пробках. Ребята, мы не встали еще ни в одну пробку. Вообще ни в одну. Слава богу. Это были только небольшие затруднения светофорные. Вы сами все видите. Я вам все показываю. А вот, кстати, знак. Видите? Опасность опрокидывания внимания. Здесь нужно быть действительно предельно внимательным. Потому что, ладно, вы на маленькой машинке, вы вряд ли, конечно, перевернетесь. Но. Но. Большая машина может на вас. Поэтому очень аккуратно. Мамедова щель. И вот такой вот опасный здесь поворот. А то есть это поворот? Опа. Здесь водопады. Водопады. Сочинский парк. Бериндеево царство называется. Ну что, мы заехали в Лазаревское. Здесь нас ждет с вами небольшая передышка. Вот серпантина. В том плане, что мы будем ехать по прямой. Здесь уже дорога не виляет. Мы сейчас идем на спуск. По правой руке будет у нас просто прибрежная полоса. Немножко светофоров. Вот. А после Лазаревского уже снова серпантин. Нам, конечно, Лазаревское поселок вообще нравится. Мы его даже рекомендуем к посещению. Здесь очень прикольный парк аттракционов. Но единственное, что не нравится, это то, что вдоль берега вот эти вот железнодорожные пути. Конечно, это, ну, по нам тогда просто. Нам этот вариант как бы не очень заходит. Но кому-то нравится. Вот, видите, вот сразу здесь железная дорога. Давайте я вам немножко Лазаревское покажу. Это, собственно, самая центральная дорога. Слева у нас вот гостевые всякие разные отели, дома. Справа, ну, застройка. И сразу железнодорожные, и сразу море. К сожалению, ее не видно из-за вот этих вот застроек. Здесь же железнодорожный вокзал, собственно, и этот автобусный, как он правильно называется, автовокзал. И правда, населенка чихает. Там до сих пор аллергия не проходит. Вот, собственно, мы сейчас из-за этого и здесь и толкаемся. Но я не скажу, что это пробка. Мы едем, едем 35 километров в час. Вот, как сами видите, нормально. Вот он, Лазаревское. ЖД, да, ЖД вокзал справа. И, кстати, очень интересно, вот на ЖД вокзале табличка висит «Лазаревское», а везде «Лазаревское». Вот правильно, или «Лазаревское» – это старое название. Мы заехали в балконку. Здесь тоже были всякие участки, которые ремонтировали. Сейчас посмотрим. Вообще здесь дорога такая вся треснутая. Не очень комфортно. Не то, что было раньше. Вот еще табличка «Аварийно-опасный участок». 3 километра протяженности. Так, здесь, значит, смотрите, временная разметка. Сейчас посмотрим. А, ну здесь, видите, еще идет реконструкция. Мы уже поставили блоки. Свежая, кстати, разметка. Вообще молодцы, устраняют. Прям вот я езжу, да, знаю эту дорогу, знаю, где всякие эти кочки, ямки. И вот тут тоже было нехилые подскоки. В итоге вот устранили. Прямо сейчас висела желтая табличка. Водитель проверит тормоза. И здесь начинается спуск. Спуск с очень крутыми поворотами. Шукс. Давайте вместе прокатимся по этому участку. Смотрите, еще одна табличка опасность опрокидывания. Это значит, очень крутой сейчас будет у нас поворот на 180 градусов. Да, Настя когда-то сзади гречит, говорит, какой здесь воздух. Мы едем с открытыми окнами, потому что воздух просто бомбический. Он перемешку цветения, зелени, травы, да, земля. Что-то вообще что-то какое-то непонятное. В Еленжике просто сосновый воздух. А здесь нет сосен, здесь другая природа. У нас еще здесь, смотрите, одна реконструкция. Сейчас посмотрим. Но, как вот вы видите, мы не стоим. Мы едем. А, здесь вот этот самый жесткий обвал, который, да, 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 да. Я понял. Ну его... Что, смотрите, асфальт сделали. Уже бетонирует этот, как его, типа, пешеходную дорожку, видимо. Укрепление уже есть. Высота. И мы не стоим. Мы проехали. Как вам? Как вам такой серпантин? Пишите в комментариях. Смотрите, у нас снова реконструкция. Светофорная. Пропускают по светофору. Ну и, как вы видите, мы не стоим. Здесь сделали отличное укрепление. Сейчас вешают сетку, вот по левую руку, да, от камней. Асфальт уже идеальный. Разметочка, все потрясающе. И, собственно, в обратную сторону, посмотрите, хвоста нету. Две машины только. Две машины только. Табличка, осторожно, опасный поворот. Это мы в Головинке. Опа. И у нас вот, видите, такой даже знак, да, интересный, где главная дорога. Подкова просто. Просто подкова. Головинское лесничество. Вот так вот поворачиваем. Опа, 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 опа. И едем дальше. Вот мы поймали светофор. На нем мы простояли минут семь, наверное. Вот он просто прямо перед нами включился. Пропустили ту колонну. И, собственно, вот теперь мы едем. Ну, давайте посмотрим, что здесь. Воу, посмотрите, какая красота. Все, здесь уже все сделано. Они делают разметку. Смотрите, здесь еще тоже была реконструкция. И поглядите, все новенькое. Все, все успели. Вот все, бетонные ограждения стоят. Все отлично. Трещин в асфальте нету, ну, потому что здесь все новое. Вот так вот. И сейчас будет резкий такой поворот на 180 градусов. И мы уходим вниз. Оп. Вот так вот, посмотрите. И сразу же вправо. Опа. Чуть-чуть проезжаем, и сразу же влево. Такие просто сочинские горки американские. Сочинские горки. Вот так вот. Природные, настоящие природные, да. А чуть дальше проехали, смотрите. Еще идет реконструкция, укрепление. Стоят отбойники. Но мы при этом не стоим. И это хорошо. Посмотрите, что творится. Вжух. И что? И что такое? Опа. 180 градусов. Мы подъезжаем к Дагомысу. И вот именно на этом участке здесь открываются такие виды на весь город. Жаль, что здесь нет никакой такой смотровой площадки, где можно встать и залипнуть. Но здесь действительно классно. Когда вы поедете, вы просто обалдеете, повернув голову налево. Сейчас попробую кусочек зацепить, показать. Слушайте, мы здесь тоже не стоим. Обычно здесь вот, вот прямо на этом участке всегда пробка, всегда толкаются. А мы вон уже даже с горы спустились. Здесь тоже такой опасный поворот. Сейчас видите, на повороте возможно выездить на встречную полосу. Из-за поворота возможно выездить на встречную полосу. Аж две предупредительных таких таблички. Здесь все притормаживают. И вот такая красота. Вид на море. Сейчас немножко оторвемся от этого фургона. Смотрите, просто вау. Весь Дагомыс как на ладони. И на 180 градусов уходим. И все, дорога спускается вниз. И мы прям попадаем на основную улицу Дагомыса. Ой, какая красота. Вон, Настенск, смотри, шапки снежные еще до сих пор. Кстати, можете посмотреть. Дагомыс тоже едет. Прекрасно себя чувствует в обе стороны. Красота. Мы выезжаем, значит, из Шаумяновки. И здесь на самом деле и заканчивается сочинский серпантин. Здесь где-то будет сейчас стоять табличка. Конец перевала. И все. И мы двигаемся в Адвер. Вот, собственно, хотел вам показать серпантин. Я вам его показал. Вот остались прям совсем пару поворотов. Оставайтесь еще с нами. Мы хотим вам показать, где мы сегодня поужинаем. И хотим показать, где мы сегодня будем ночевать. Вот у нас пока раздумья. Либо куда-то заселиться и помыться как следует. В горячей воде с комфортом. И выспаться после дороги. Либо все-таки в машине с красивым видом. Сами приготовим ужин. Вот пока едем, думаем. Поэтому не переключайтесь. Серпантин заканчивается. А история нашего приезда в Сочи, она продолжается. Посмотрим, что нас сейчас будет ждать. Вот она табличка. Конец перевала. И все. Здесь пост ДПС. Это район Мамайка. Ох, как БМВ отстреливает. Ладно, сейчас будем решать другие вопросы. Мы пока вот все едем. Любимая улица Ленина. Немножко сейчас прозваниваем, какие варианты можно снять квартир. Либо гостевых домиков. И, конечно, ценники вообще кусаются. Причем фотографии смотришь, плакать хочется. Ну, не знаю. Ладно, сейчас посмотрим. Сначала поедем поужинаем в наше любимое кафе. Тоже покажем. А потом что-нибудь с ночлегом определимся. Что я хочу сказать. На самом деле, я вообще просто в шоке от того, что мы первый раз в жизни по серпантину проехали. Совершенно без пробок. Мы доехали быстро. Нигде там, да, особо не останавливались. Он новый, ребята. Если вы переживаете за пробки, я вам все показал. Возможно, такого прям не будет. Возможно, где-то и постоите. Но нету никаких реконструкций. Их просто нету. Поэтому прыгайте в тачку, езжайте. Все хорошо. Мы сами проверили и вам показали. Ну, собственно, как обычно. Так. Такой бардак у нас тут в машине. Родька ждет. Мы приехали в нашу любимую вермишельку на Таврической улице. Пойдем кушать. Какая тут красота. Сейчас что-нибудь возьмем. Пюре, картошка, наверное, как обычно. Короче, мы заказали два... Этого щи, да, по-моему? Это или что? Щи зеленый. Четыре пюре с котлетой. Порции просто пиздюшные. Простите меня за мой французский. Реально. Немножко хлеба. И вышло это все на 1053. Охренеть вообще. Вот так вот вам оставлю. Смотрите по ценам. Это жесть. Да, конечно, Эмилитинка, Сириус. Это резкий контраст вообще. С Ландером такая здесь движуха. Вон какие-то мотики. Пошли, 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 быстрей. Переходим. Наш любимый сквер. Там уже морюшка. Смотрите, как здесь здорово. Слушайте, темно. Качество съемки уже будет не очень. Короче, думали мы, думали. Обзвонили всех так называемых знакомых, где мы жили. Заряжают ценники вообще просто. Пять-шесть тысяч на две ночи. Ну, окей, я предположим, это нормально. Но у них у всех пустые квартиры. Блин, мы же вам как бы рекламку сделаем. А получается, что нет. Вот такие цены. Естественно, мы от всех отказались. Пошли на островок. На островке забронили за 2 800 в отеле. Сейчас поедем заселяться, покажу вам. Так, покажу вам пляж. Адем не упыкаете. Там что-то подсветочки какие-то. Ну, людей мало, конечно. Вот прям очень мало. Ну, посмотрим, как будет завтра. Может быть, вечером еще? Да. Так все работает, все функционирует. Красота. Ой, слушайте, обязательно здесь пройдемся денечком. Покажу вам эти пляжи. Вот спорт ин. Сейчас пока вот так вот. Ну, очень классно. Вот она дверь. Показывать на самом деле это толком нечего. Тут вешалка. Тут вот кровать. Там ротика. Да, тумбочка. Большая кровать. Стол. И Темка. Получается, ну, тут балкон есть. Летают самолеты. Это прям возле аэродрома, возле большого магнита. Кто там в курсе, да, по районам. Прямо идти на сучифонию. И туалет, ванна. Вон, там душевая, туалет. Ну, короче, такой, да, вам быстренький рум-турчик. И, собственно, все. Ничего, как говорится, здесь в номере, сверхъестественно, нет. Обычная вот комната. Вот. И, по сути, все. Ладно, окей, есть балкон. Но нам, по сути, все, ничего не надо. Нам надо было переночевать за адекватные деньги. Стоимость тысяча, получается, две восемьсот тысяч четыреста. Вот. По крайней мере, белая постель. Чистая. Вроде ничем не пахнет. Нет. На этаже мы одни. У них здесь вообще дом на реконструкции находится. Сейчас в темноте даже ничего не покажу. Но потом завтра. Вот. Все, ребятки. Мы, короче, вот так вот. Дальше, как говорится, уже начинаются наши прям валайферские движения, валайферские путешествия. Поэтому красную кнопочку тыкайте. Все ссылочки, нужные для путешествий, я также вам оставляю. Обязательно пользуйтесь. Мы с вами прощаемся. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok